приветствую на связи светлана харчикова и я хочу чтобы вы немного глубже задумались о том что значит родиться вот в этом мире с душой и с опытом и если люди вот которые никогда в жизни не обретут благоразумие ведь если у нас есть грех когда мы рождаемся это же не значит что мы обречены вот прям жить с ним вот всю свою жизнь это как раз просто вот тут уровень развития на котором мы находимся но у нас же есть целая жизнь чтобы расти и меняться и вот петербургский эксперт по философии и писатель александр король сказал книги не любовь что со дня нашего рождения наша задача все таки состоит том чтобы избавиться вот от этих иллюзий которые мир дает нам в отношениях работе хобби и научиться вот именно познавать свою собственную душу и укреплять свои добродетели в этом цель нашей жизни здесь на земле чтобы постоянно расти и вот назревает вопрос если какие-нибудь плохие поступки которые вот сразу человека вот лишают благоразумия и каждый раз когда мы ведем себя там коварно или действуем ради собственной выгоды мы рискуем потерять свое благоразумие и вот несколько примеров вывод устраивайте вечеринку допустим приглашайте людей с которыми хотите чтобы видели вас вместо тех кого вы любите или приглашайте допустим кого-то поехать с вами поездку на выходные потому что только имеете вот одну цель и хотите чтобы вот кто-то оплатил вот эту половину расходов или же вы там выкуриваете сигарету с боссом за обедом чтобы как пример узнать о возможностях до того как другие люди услышат о них и вот подобное подлое поведение конечно в конце концов она всегда наказывается это одна из самых важных вещей которых вот философ александр король предупреждает всех людей книги не любой и люди думают что конечно они умны всегда на самом деле они лживые нечестны однако это может быть вот такая тонкая грань и давайте поговорим об этом чтобы вы могли увидеть вот эту разницу между хитростью и просто уверенностью человека и вот представьте что вы допустим пробуетесь на роль фильме и очередь идет такая по всему кварталу похоже вы даже вот можете не попасть в это здание и так вы подходите допустим к охранникам и говорите им что вас лично пригласил директор и это уже друзья будет выглядеть вот как наглая ложь и это нечестная попытка просто продвинуться вперед ну что если вы просто стоите в очереди а директор проходит случайно мимо то нет ничего плохого вот в том чтобы остановить его и сказать ему и я так с нетерпением жду вот этой возможности попробовать если хоть какой-нибудь у меня шанс что вы сможете выслушать меня вот прямо сейчас и это уже называется друзья просто быть уверенным в себе идти на риск при условии что конечно вы будете вежливо реагировать если даже вам там директор откажет или режиссер откажет честность вот она что имеет значение и в предыдущем обзоре я отметила что вот благоразумие она определяется как доброе отношение к людям и вот давайте посмотрим вот на это поближе я не хочу чтобы вы сейчас уходили с какими-то вопросами в голове информация конечно которую я излагаю она на самом деле очень простая и если ее кто-то не понимает потому что я видела вот ваши комментарии по этому поводу я могу только одно таким людям сейчас сказать что вы слышите и воспринимаете ее просто через призму своего ума они через сердце а когда я говорю уже не в одном своем обзоре что проблема в вашем уме я имею ввиду это инстинкты и реакции вот который именно контролирует вас они вы контролируете и вот буддисты еще называли это беспокойным обезьяним умом буддисты же не учат что мы можем успокоить его но полностью мы конечно не можем избавиться от своего этого обезьянного ума он всегда потому что будет там так как есть вот этот один аспект нашего ума то есть та часть которую мы используем всегда для размышлений анализа и когда мы успокаиваем то что буддисты называют нашим беспокойным или обезьяним умом то остальная часть нашего ума она способна думать и анализировать информацию больше имею ввиду когда говорю человеку нужно отключить свой разум и начать жить по зову сердца и вот многие из нас есть такие же вот прям смелые люди которые даже не боятся смерти занимается разными там экстремальными видами спорта и такой человек он даже может там прыгать с тарзанки берет это ради забавы там вот выпрыгивает и самолетов или с мостов теряет ли вот такой человек благоразумие потому что делает вот что-то такое опасное жизни и вот те люди кто рискует так ради забавы у них конечно всегда есть вот этот элемент высокомерия и так говорит нам вот снова книга не любовь а библия очень ясно говорит об отношении бога вот высокомерным людям не искушайте бога это послание вот во всей библии сказано и если у вас нет практической причины для прыжков устой с той же тарзанки то какая практическая причина может быть тогда это действие просто неразумно а благоразумие же она означает что обдумывание своих действий и уверенность в том что все что вы делаете именно это приносит пользу вашему сообществу и вашей душе а прыгать с моста вот ради забавы это не выход есть множество действий которые мы могли бы вот пойти в любом направлении с точки зрения их благоразумия примером вы покупаете машину вот чтобы добираться на работу или там в школу вы конечно поступайте благоразумно а если у с другой стороны вы покупаете машину чтобы участвовать в гонках по ночным парковкам то у вас конечно ждут неприятности и все дело конечно в правильном намерении я сейчас вот понимаю из книги не любовь что автор просит нас вот успокоить наши умы и позволить вот нашим душам именно взять вот все под контроль и психологии эзотерике мы конечно это называем просветление потому что когда нами движет грех мы не просвещенные мы действуем основываясь на своих инстинктах а когда мы позволяем уже своей душе быть главной мы достигаем уже более высокого уровня мы становимся просветленными людьми интересно другое что сможет ли вот человек достичь такого уровня просветления через психотерапия и тут конечно тоже однозначно нет потому что вот большинство психотерапевтов с которыми вы столкнетесь они не помогут вам настроиться на вашу душу вот представьте себе женщину вот которая там борется допустим с тревогой надо записываться психотерапевту в надежде там найти какое-то вот облегчение и психотерапевт говорит ей примером научиться там почитать что-то афеминизме ну вот чтобы она там получила то что она хочет вот и чтобы там стать ей более уверены и это конечно делается что ли вот для того чтобы она стала просветленной или обрела это просветление да это даже вот вообще ей не поможет справиться со своим беспокойством люди предполагают что я вот каким-то образом пересекаюсь там с миром психологии психического здоровья но ничто не может быть так дальше от истины я просто обычный человек рассказывающий все как есть ведь вот какими инструментами располагают те же самые врачи таблетки и не более того а мои инструменты которые я рассказываю в виде обзорах это и молитва может быть и медитация и тяжелая работа вот это рассказывать вам эту истину как обрести вообще человеку вот этот внутренний бал баланс и покой в своей жизни потому что если человек отправиться в тоже паломничество то это для него будет лучше чем бороться с поставленным диагнозом врачей принимать какие-то антидепрессанты я вот несколько раз говорила что люди они не должны активно искать каких-то вот удовольствий жизни и вот означает ли это что они не могут быть благоразумными и в то же время пытаться достичь вот этой радости или удовлетворения своей жизни и вот когда эти люди работают над укреплением своих добродетелей и ослаблением греха даже если они еще не закончили эту работу над собой их внимание сосредоточено на созидании действий у них нет времени уже сидеть вот сложа руки и мечтать наяву позволяя себя себе вот тешите какими-то иллюзиями эти иллюзии просто созданы их умом такие вещи как пассивный доход пляжный отдых или там вечеринки вот каждый выходной это просто фантазии они подобны наркотику которые воздействуют на разум человека нашей жизни она должна иметь цель именно такое название я дала этому видео если вы примером поехали в другую страну то только вот потому что у вас там назначены там встречи с некоторыми местными скажем так бизнесменами или у вас там есть идея какая-то для бизнеса может быть импортировать там стейки или открыть ресторан что-нибудь вот такое практичное конечно вы можете провести там день на пляже или посидеть в кафе по вечерам но вся причина поездки должна быть практическая так много людей вот не могут понять что у жизни должна быть цель они едут на бора-бора там куста-рику или азорские острова потому что все их друзья вот туда уехали а спросите их что они там собираются делать они даже не знают ну они могут так ответить ну наверное просто там посидим на пляже сходим какие-нибудь там места до культурные посетим это лучшее что они там могут придумать ведь там где они живут примером в лондоне там или чикаго холодно и они конечно хотят куда-нибудь там поехать теплое место вот просто так и вот автор книги нелюбовь он читает что погоня за удовольствием вот таким образом это противоположно благоразумие это просто неправильно он говорит что согревание своих задниц на пляже не помню не может быть целью в жизни людей конечно он такими словами философ не хочет никого обидеть и совершенно не беспокоиться о том вот в плане чтобы там понравится всем читателям потому что его жизнь в основном построена на вере и он предпочитает говорить только правду чем быть популярным и я вот безусловно придерживаясь того же мнения для меня вот важно тоже вот то что я допустим предпочла бы вот пять всего лишь подписчиков которые любят мои информационные обзоры и исцеляются от них чем 20 миллионов подписчиков которые пришли вот только ради того чтобы услышать какие-то там развлекательные речи и вот сейчас друзья такое время наступило когда нужно больше не удовольствие и развлечения искать в жизни а больше вот погружаться вот такие философские вопросы какие мы с вами сейчас вот пошагово прям вот разбираем в каждом моем еженедельном блоге и познавать все разумные способы о том как взрастить себе добродетели и как раз вот отметить хочу еще один вот такой способ как поститься вот некоторые люди же постятся другие нет и они вот думают что пост делает их там чище или добродетельнее но ведь многие же грешные люди они тоже отказываются от мяса во время там великого поста они делают это вот чтобы выглядеть святыми или потому что боятся этого просто не делать но есть же много причин конечно соблюдать пост и есть также много хороших еще и добродетельных людей которые не постятся обычно потому что ну вот у них может быть недостаточно силы воли для этого но иногда и конечно и по другим причинам и вот таким образом мы не можем сравнивать конечно людей основываясь на их способности там поститься все таки я думаю что людям нужно постараться не относиться к вере вот так буквально добродетели есть нечто большее чем следование вот этим правилам социума мы всегда должны быть благоразумными людьми а когда человек совершает грех вот ради достижения благоразумной цели нормально ли вообще это конечно очень сложный вопрос и вот автор книги не любовь говорит что у человеческий разум он дьявольский умен ведь по настоящему добродетельный человек он не стал бы так думать он прислушался бы в первую очередь своей совести если конечно он связывает себя узами вот поиски оправдания чему-то что он знает допустим что это неправильно но все равно хочет вот это сделать тогда конечно этому человеку лучше пристально взглянуть на свой грех в своем сердце в этом нету прям других способов решения и приведут еще один пример вот человек ставит других людей на первое место но своей собственной жизни он всегда очень прям вот расстраиваться если вот кто-то не относится к нему вот так же вот как другие что не следует вот его примеру просто вот недавно я разговаривала с человеком он не обозначил это и вроде будут как бы человек делает там правильно он находится на правильном пути что ставит других на первое место когда он достигнет более высокого уровня тогда он сможет вести себя благоразумно и учитывать интересы окружающих людей не ожидая что они сделают тоже самое для него вот чтобы достичь конечно этого человек должен развивать себе вот все семь добродетелей которые мы вот собираемся с вами рассмотреть следующих обзора потому что каждый человек это смесь грехов и добродетелей как это выглядит ну вот у вас могут быть допустим четыре сильные добродетели и три греха как пример которые включаются выключаются зависимости там вот обстоятельств жизненных которых вы оказались это конечно очень такая тонкая грань для большинства людей вот послушали там не тот музыкальный альбом общайтесь вот не с теми людьми и ваша ли уже темная сторона она окажется за рулем но верно и обратное вы можете чудесным образом вырасти и стать сильнее и вот друзья задумаемся о следующем человек делает все своей жизни правильно потому что его так допустим воспитали и даже если он не понимает таких основополагающих ценностей никогда не будет использовать такие слова как сейчас мы озвучиваем грех или там добродетель может ли вот такой человек быть добродетельным напишите пожалуйста мне ваше мнение в комментариях что вы об этом думаете а я вам вот по этому поводу скажу вот так вот когда вы совершите добрые дела они должны конечно исходить от сердца это в первую очередь они только потому что у вас есть там вот набор каких-то правил которым вы подчиняетесь мы должны активно следовать вот только своей совести это вот те действия которые помогут нам расти и зарабатывать вот эти очки сверху тренировка да вот потому что вы там плохо относитесь к своему телу или вы допустим хотите произвести впечатление на людей это конечно совсем не то же вот самое что тренировка потому что вы допустим заботитесь о своем здоровье или потому что вы пытаетесь выполнить вот фитнес какую-то задачу снаружи действия вроде выглядят одинаково но как я всегда напоминаю вам важно то что внутри нас если ваши родители научили вас правильному там поведению но вы допустим следуйте вот этим правилам как робот или потому что вы все еще там боитесь до сих пор попасть в какую-то беду какие-то такие ситуации тогда вами все еще движет вот этот разум и грех и грань между вот этим хорошим и плохим поведением конечно сбивает с толку пока вы не посмотрите на свое намерение вот о чем вся вот эта вот книга не любовь то есть автор говорит нам взгляните на свои истинные намерения но по-настоящему раздражающие вещи иногда даже пугающие продолжают все таки происходить нашей жизни и вы вот чувствуете что ваши возможности там ваши достата достоинства недостаточно сильны чтобы вот помочь вам оставаться на плаву и вы конечно расстроены как пример если вот вы попали в автомобильную катастрофу и точно уверены что вы не виновны а вас там поставил другой водитель а ваша страховка еще оплатила претензию так что теперь вы платите там более высокие страховые взносы и конечно вы не можете с этим смириться и вы действительно очень расстроены вот тем что произошло или может быть вы там часто переезжаете потому что вот независимо от того где вы там снимаете квартиру и в конечном итоге у вас там все равно плохие соседи а я вам вот как раз тут рассказываю вот эти все истории что нужно игнорировать вот этих плохих людей там перестать на них реагировать и что нужно дорасти вот до такого уровня развития человека чтобы стать выше вот над этим всем что вы можете сделать вот чтобы перестать вот так расстраиваться из-за этих негативных ситуаций конечно же надо работать над своими грехами перестать обвинять других людей во всем если вы хотите конечно перестать злиться на своих соседей или там на случайных мошенников которые пересекают ваш путь прямом там или переносном смысле вы должны конечно стать еще более духовным человеком чем вот сейчас есть и вы уже вот добились допустим какого-то прогресса вы должны вот постоянно работать вот в этом направлении и скажем вами движет 10 процентов добродетель и 90 процентов грех и вот эти 10 процентов они уже делают вас достаточно благоразумными вот чтобы понять что вам нужно перестать спорить с соседями или там постоянно переезжать и это говорит вам не позволять одному там нечестному испортить водителю вашу там всю оставшуюся жизнь но ваш гнев все еще кипит когда вы конечно думаете об этом это конечно все животные инстинкты вами руководят и если вы не хотите чтобы это произошло ли там происходило повторно вы конечно должны развивать вот эти добродетели с помощью медитации молитвы добрых дел и вот книга нелюбовь дает нам такое понятие недостаточно просто искоренить свои грехи тот факт что мы постоянно расстраиваемся из-за своих там соседей или еще из-за подобных вещей это конечно показывает что нам нужно активно культивировать добродетели которых не хватает нашей жизни и как только наше сердце наполнится вот любовью мы почувствуем себя в итоге сильнее тех ситуациях которые раньше нас расстраивали в этом весь смысл этой книги и прежде чем мы сейчас перейдем к следующим намерением я хочу предостеречь вас от реакции страха или гнева когда люди просят у вас подачки разумном ли раздавать их бездомным вот как всегда это тоже зависит от ваших собственных мыслей и намерений мы живем мире все-таки полном сломленных людей чьи там финансовые или эмоциональные потребности превышают то что они или их близкие могут удовлетворить конечно не надо бояться вот этих людей которые просят вас помощи и не подать и противоположную крайность когда вы там из-за этого чувствуете какую-то злость внутри себя это все-таки мир в котором мы всегда должны реагировать с любовью а не со страхом или или там гневом каким-то и когда вы даете милостыню кому-то там на улице убедитесь что вы это делаете не пытаясь там поставить галочку в графе типа вот благотворительность сделано это должно конечно быть очень спонтанно и исходить из сердца первую очередь примером вы идете по улице видите там пожилого мужчину такие сидят без рук без ног бывает видите да таких у вас а вот оказались там случайно наличные в кармане поэтому вы там вот протягиваете руку и даете их ему и вот видеть эту потребность и удовлетворить ее не придавая этому такого большого значения всегда добродетельно и в то же время я конечно не хочу вас призывать давать людям деньги которые активно вот так там просят милостыню либо которые просят денег либо держат маленькую картонную вот эту табличку большинство людей которые там все-таки они просят эту милостыню они движимы грехом ну конечно не все из них но большинство и какими бы печальными не были их история они получают то что заслуживают будьте конечно благоразумны увидите эту разницу просто не давайте денег вот просто так нищим не подпитывайте их грех пожалуйста не думайте что я вот сейчас не говорю что вы там никогда никому не должны помогать если у вашего друга собеседование на работу и вы предлагаете присмотреть за его ребенком как пример да вот это здорово если вам нужна помощь переносит там ваших вещей и ваши друзья приходят чтобы протянуть руку эту помощь это прекрасно а вот когда вот именно когда должны люди помогать друг другу но раздача денег нищим на самом деле им не помогает это просто дольше еще их удерживает вот на улице и давая деньги там родственнику даже алкоголику вы просто делаете то же самое что это просто позволяет им оставаться зависимыми и вот когда вы видите кого-то вот кого-то наказывает жизнь вы просто не вмешивайтесь вы не хотите же быть вот на такой же низкой частоте я конечно видела вот как многие люди страдают потому что они продолжают пытаться помочь родственнику у которого там проблемы с зависимостью и почему это вот так неправильно но потому что это не ваша работа вы пытаетесь просто завалить на себя вот это бремя которое вообще не вам нести и помните я уже вот тут произнесла фразу не искушайте бога вот привела пример когда люди вот ради забавы экстремальные вообще во всем еще сказала в чем разница между вот этими благоразумными и неосмотрительными людьми и если вот так человек допустим занимается ездой на мотоцикле без шлема то он конечно виновен том что был неосторожен благоразумный человек он все-таки носит шлем не потому что там боится или сомневается в боге он носит его потому что знает что бог помогает тем кто помогает себе сам и если вы думаете что можете гонять на мотоцикле без шлема и бог там защитит вас то вам предстоит еще кое-что что твоей семье будет неприятно видеть просто как ты пьешь потом из соломинки на больничной койке вот каким суровым может быть вот это наказание за неосторожность а благоразумный человек он носит шлем потому что он понимает эти риски он верит бога но он также уважает реальность этого мира в котором мы живем то есть он едет допустим между двумя фурами там или припаркованными между грузовиками по доставке да и учитывает эти открытые канализационные люки или вот еще вот вам пример про благоразумность и действие человека вот есть категория людей которые и вот означает ли что им тоже нужно работать над развитием своего благоразумия вот если откладывает принятие решения или действия он же знает почему он ждет но человек которым движет инстинкт и который живет в стране таких грез или иллюзий откладывает все на потом чтобы там продолжать дальше мечтать видите эту разницу так что все зависит от того почему вы медлите вот ваши причины они могут быть благоразумными но с другой стороны они могут и не быть благоразумными логично да вот допустим вот ваш отец там приезжает навестить вас а вы откладываете рабочий проект чтобы провести с ним время вы обычно заняты и вы не общались с ним лично в течение там многих лет это хорошо и благоразумно но если вы там все время откладываете вот эти проекты по причинам которые вы даже не понимаете просто потому что вам так хочется то это конечно уже признак хаоса в вашей жизни это не осмотрительно если вы сейчас меня правильно понимаете что я вот говорю о том что благоразумный человек это вот первую очередь человек который следует своему сердцу означает ли это что если он благоразумен то может довести до конца любую свою идею и знать что бог его одобряет и вот многие читатели живут писали автору книги не любовь и спрашивали могут ли они вообще вот устроиться на ту или иную работу или продавать там какие-то определенные вещи и он всегда отвечал что если они удовлетворяют вот эту потребность если кому-то нужна их работа которую они выполняют или вещь там они которую продают свой товар тогда у них все это хорошо затем вот эта тема она всплыла в начале пандемии вот тогда александр еще читал лекцию о личностном росте и тема была вот о том как различные рабочие места вносят вклад в общество потому что вот то время же люди стали свидетелями и мы все были свидетелями вот как врачи и сестры борются в непростых таких вот прям сложившихся условиях в мире и это заставило их задуматься о том как собственная работа влияет на их жизнь и их сообщество и вот тогда на лекции александр король сказал что работа которая служит определенной цели это вот та которая помогает людям и что можно определить насколько добродетелен человек по той работе которая у него есть и вот представьте себе человека вот который допустим говорит что его работа важна потому что он допустим разрабатывает вот фармацетические какие-то препараты и вот на первый взгляд конечно это звучит как важная работа которую благоразумный человек сделал бы заботясь о своем сообществе а что если тот же самый человек это делает из страха сообщества а такие люди они не совсем заботятся об общественном здоровье уже и безопасности а просто хотят уже как бы сказать так загребать прибыль пока вот все боятся как всегда важно намерение стоящее за действием и это главная тема сегодняшнего обзора я немного сказала уже в прошлом обзоре вот о шумных там соседях и как вот стоит с ними там вести себя чтобы вот не терять это благоразумие мы же все не хотим проблем с такими соседями ну как найти вот этот дружелюбный добрый способ объяснить им что их шум беспокоит нас возможно ли это и прежде чем мы сейчас еще поговорим о наших возможных реакциях давайте посмотрим что это за люди вот эти соседи мы уже можем сказать что они эгостичные движимые грехом потому что их не волнует какое влияние они оказывают на окружающих их людей и если вы вот подойдете к ним там спокойно они либо притворяться там шокированными принесут там нерешительные извинения либо взорвутся на вас и накинутся даже с кулаками это элементарная просто логика такое поведение у них это как математическая модель которая вот каждый раз работает одинаково и когда у вас есть сосед который громко разговаривает поздно ночью вы уже знаете что им на вас наплевать и вот когда я тоже была молодой помоложе у меня были такие семейные друзья которые приходили ко мне в гости и всю ночь включали музыку под которую танцевали и соседи конечно нам тоже стучали говорили эй там сделай потише люди тут пытаются уснуть а мои друзья просто смеялись вот как будто бы думали что вот этих всех людей вообще других не существует я конечно такое поведение от этих соседей наблюдала которые говорили нам приходили замечания по поводу вот этой громко включенной музыки что у них вот тоже как какой-то был банкет тоже не было тихо и тогда они тоже не замечали вот других людей вокруг которым вот эти их теперь громкие крики звуки музыки мешали отдыхать ночью вот насколько больны некоторые люди но как мы должны реагировать то вот на это и вот ответ из книги не любовь мы вообще не должны реагировать вот на таких людей в конце концов это не наша работа просвещать их вот о том как они там влияют на окружающих их людей потому что автор говорит что жизнь делает это достаточно скоро может быть они там заболеют или их арестуют или они там попадут в автомобильную аварию но пока жизнь не преподаст им эти суровые уроки они не поверят что окружающие люди существуют они не поверят даже ничему что ты им скажешь и вот помните что я говорила вам вообще в начале вот этого видео не провоцируйте других и не позволяйте им провоцировать вас вы ничего не выигрываете позволяя вот этим даже шумным соседям отвлекать вас от вашей собственной жизни вот как я думаю вот об этом вот моя жизнь она прекрасна я делаю свои информативные видео пишу разные статьи и я узнаю все больше и больше о жизни и вот о том как мы вообще должны ее прожить я всегда нахожусь в таком движении я ни за что не собираюсь вот останавливаться и допустим идти спорить со своим соседом о его там музыке громко включенной я не потеряю из-за этого вот даже и минуты сна было время конечно когда я расстраивалась из-за подобных ситуаций но теперь я вот уже научилась лучше и у меня все таки получается уже вот лучше и лучше вот благодаря советам книги не любовь и желаю всем вам друзья тоже добиться такого же результата быть благоразумными в любых ситуациях и с разными людьми ведь этим вы включаете себе добродетели от которых ваши цели намерения в жизни станут лучше с уважением и верой в ваше счастье на этом я закончу этот эфир всех благ до скорого с вами была ваша Светлана Харчикова всем пока пока